Христос воскресе! Рад тебя видеть! Воистину воскресе! Я два дня не было, но что ж такое там? Я болел сильно, у меня температура 39 была. Кошмар! Трясло, знобило, сейчас хоть температуры нет. А я это, значит, ходил на Пасху в свой фрам в Ильинске. Там на еврике Евангелие читал со священниками вместе во время службы. Потом канонаршил, да воскреснет Бог, и рассочаться в Розе его. А как что на еврике читал? Попросил священник, да? А я всегда, ну и уже знаешь, когда служил, традиция была, каждый год читал. А сейчас пришел, ну да, мне благословили, благословили. Ну я у нас на русском, на славянском, на русском, греческий, латинский, я иврит. На этот раз был английский и сербский еще. А так бывает тоже, там, в разные года по-разному, там, было и на французском, и на английском, кто-то там на немецком даже читал. Я бы хотел, будет, читать нашу и учить на... Иврите? На иврите, да. Христоса не стекне крон, Танато, Танатон, Патисас, Китисинтисмнімасі, Зоін Харисаменос. Христоса не сте! Алифос а не сте! Значит, что, получается, ну, там служба закончилась, я не пошел обедать, меня звали, ну, разговляться. Я где-то в четвертом часу вышел, а там, ну, на окраине храм находится, единицкий, на Роживке. У нас там, как бы, дубовый такой вот, старые дубы еще, наверное, при Суворове садились, огромные такие толстые дубы, ну, их, правда, немного осталось. Ну, а рядом такая, ну, порочица. И выхожу, щебет, с каждого дерева птицы поют. На столько голосов, на разные-разные голоса птицы поют, на каждом дереве буквально. Я так голову поднял, а у нас дожди шли, лишь в пятницу, в субботу не было дождя, первый день. А так все дни, вот вся неделя страстная была дождлива. Поднял такую голову на небо. Звезды, звезды, такая благодать. Птицы поют, и у меня такие слезы. Бах, благодать, бах, слезы пошли. А я причастился еще, слава богу, на Пасху. И сразу меня пробило, слезы такие из глаз. Сосами, благодать такая. У меня тоска по звездному небу. Я, знаешь, я хочу камеру установить как-то в деревню. Вот поедем на дне, Господь благословит. И вот я хочу камеру. Вот это я всегда с детства любил. Ложился куда-нибудь, знаешь, на траву и смотрел на небо. Я не мог насмотреться вот в эту вот бездну, знаешь, звездную. Я так скучаю по этому, вообще невыносимо просто. Ну, я тоже любил это. Здесь, в Питере, ну, тяжело звездную. Во-первых, у нас ночи белые, да, это раз. Во-вторых, как бы, ну, если там из-за домов, вот, я думаю, почему не видно? Везде в деревне видно, там в кашель приехали, звездное небо. А у нас нет. Просто там очень много освещения в городе. А ты анасферы отражай, отражение идет, и поэтому не видно. В городе у нас небо звезд вообще не видно. И очень редко там, очень редко. Она же иллюминация отражается от антикот облаков и все. Я только потом понял, почему не идет. А приехал, у меня был, ну, просинки, фотоаппаратик такой, знаешь, на 3,2 мегапикселя. Вот. Приехали в кашель, там, ну, на 4 этаже нам были. Я вышел на балкон и человек, такая луна красавица. И слышно, вот, нам Господь вот показывает то, что мы даже живем на земле, не можем вместить себе голову. А что же Он приготовил для любящих, что даже если мы это не можем вместить себе, да, а что же там за чертой и так далее? Ну, что же там вообще? Да, конечно. Если на ум человеку не приходилось, что при этого Бог любящего его, это да. Так и есть. Апостол Павел говорит, был восхищен до третьего неба и слышал глаголы неизреченные. Ну, слава Богу, видишь как. Мы можем, да, в принципе, как бы я об этом даже не задумываюсь. Не задумываюсь. Если наша цель, ну, во всяком случае, моя, моя, в них, ну, не попасть бы в ад. Потому что я как бы посмотрел вот эти фильмы, где вот людям показано, Атрай, там, ну, много таких фильмов. Вот эти ужасы. Я-то, собственно, знаю, чего я достоин. Поэтому, как бы, мне там уж все равно, что там Господь уготовил, лишь бы не в ад, понимаешь? Через это, что, чтобы он там не приготовил, это прекрасно, это самое, если это от Бога. Вот. А как об этом не думать? Мы же в этом, мы в надежде спасаемся, только в этой надежде. В надежде-то спасаемся, это все правильно. Ну, я не то, что по скромности, я там, ракетничаю. Я просто действительно боюсь и не знаю. Я в этом отношении, зная свои грехи, я просто, как бы, боюсь, как бы, что там думать того, чего не знаешь, чего не ведаешь. Вот. А здесь уже показано примерно, чего ты будешь, орая, ничего не скажет. Там сказано, и око человеческое не видело, да. А богача и лазеры, там сказано, ну, богачи даже, пусть пошли лазеры, пусть омочат перст свой, чтобы мне на язык, да. Вот, хоть каплю лазеры. Я, знаешь, а я только этим и утешаюсь. Я вот, допустим, тоже небо представляю, тоже вот, ну, вот эти вот безграничные просторы. А я говорю, господи, а что же там? Я понимаю, что у меня, когда вот меня позавчера было, ну, у меня матушка снесла все одеяла, которые были в доме только, да. Я думал, меня Господь переплавлял. Вот. У меня был такой жар вообще. То есть, снаружи жар, а внутри холод, знаешь. Меня трясло, я на кровати аж подпрыгивал. Часов семь или восемь, представляешь. Она меня в голову все упутала, а я не могу, мне так трясет. А я только этим и утешаюсь. Я говорю себе, ну, это же кончится. Это все равно, ну, пускай, но это закончится. Но за этим что будет? Господь же награду обещает. Слава Богу, видишь, слава Богу, да. Вот действительно, так, так, с таким настроем люди, вот они и получают царство небесное. Видишь, у нас разный духовный уровень. Мне еще расти, расти просто до этого дела. Ну, нет, я четко понимаю, что когда там стражду, все, я тоже себя так утешаю. Вот. Ну, что, все-таки Господь утешает, и что обещал, и я стараюсь читать там такие места сразу и Священное Писание, что верующий Сын Божий на суд не приходит. Ну, а с другой стороны, у меня, вот, как бы, понятно, в любви нет страха, да, кто вот достиг такого. А у меня, наоборот, такой страх, что, ну, не дай Бог, со мной еще что-то случится. Я точно в таком вот духовном состоянии, что веду гиену огненную. И здесь я вот испытываю страх. Почему? Потому что я, в этом отношении у меня... Ну, ты видишь, это, в этом и есть как раз мытарство. Если вот есть, допустим, у нас сомнения, то обязательно будет Господь тогда и проводить через эти искушения. А они, может, искушения еще и на земле уже будут. Вот, как бы, видишь, они мытарствуют, начнутся, возможно, при жизни при нашей стоять бы вот перед искушениями. Я борюсь с гневом, да, вот, со своим, ну, вот, это основное, что у меня осталось. И вот я вижу, как Господь, вот, допустим, ну, у меня основной с матушкой ситуация, и я вижу, как ее лукаво искушает, понимаешь, Господь попускает это, чтобы меня испытать. Я уже это начинаю видеть. Вот, то есть это идут, как бы, те же мытарства. Ну, ну, так открыто, наверное, да, так и есть. Я не знаю. Я сейчас, сейчас не искушение, я, в принципе, я не знаю замытое, что, но, как бы, есть такое понятие, вот, как бы, недостойно причащаетесь, поэтому у вас многие немощные больные немало умирают, да, чтобы не быть осужденными с миром, да, чтобы, как бы, не осудил наш мир. Одиннадцатая глава Коринфянам, да, чтобы не, мы, поэтому, сейчас унесем скорби, вот, те возлюбленные Божьи, которые, вот, я тоже по этой же теме, вот, ты беседал там с кем-то новым братом абсолютно, вот, ну, о чем там, как бы, назвал ты это, ну, где, ты галактику, там, что-то такое, о говорении, о говорении, вот, вот, он там говорил, что, ну, вот, там, ничего страшного, что мы, вот, а здесь вот, что себя не надо осуждать, что это не, а здесь наоборот, говорят, да, ащи бы быхом себе рассуждали, то есть, если бы себя осуждали, не быхом осуждений быше, не были. Судими же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся, чтобы не быть осужденными с миром. То есть, вот такое вот. Сказать, чем можно, если совесть твоя осудит тебя, то коль ми пачи Господь тогда, да? Да, да. Если совесть твоя, ну, а что у нас одно мерило такое, совесть наша? И вот, вот, видишь, я вот опять же раздаюсь этим вопросом постоянно, ну, почему вот так получается, да, вот, посмотри, одни люди живут, а, ну, практически у них, ну, ни бед у них никаких, ни проблем в жизни, там, ну, особых нету, а на других, наоборот, все сыпется. Не, ну, я такого, конечно, не верю, что есть это на земле, чтобы у кого бы не было вообще никаких проблем, там, и не было все хорошо. Я абсолютно сомневаюсь в этом, что такое вообще существует впервые. Все равно что-нибудь у него есть, чем он, от чего-то он страдает, и чем недоволен. Просто мы не видим и считаем, у нас такой суд, а у Бога такой, иной суд человеческий, иной Божий. Понимаешь, вот, как бы я в этом отношении давно убедился, там, ну, да, у человека, там, нет болезни. И просто я знаю, что, слава Богу, пусть так, не дай Бог, чтобы у меня нет болезни, чтобы ни у кого не было никаких вообще. Я всегда за это молюсь. Ну, да, на меня, вот смотри, на меня от сектантов очень много, особенно в последнее время идут вот такие, не то, что нападки. Есть и нападки, знаешь, и обзывают, и как только не называют, и спрашивают, да че ты, ты чем это, это, чем это славишь, что Господа, разве Господу угодно, чтобы ты больной был, ты ведь молись, он тебя исцелит, Господь пришел, чтобы исцелять. То есть они не понимают, знаете, для чего. А что за сектанты, собственно говоря? Блин, для любых направлений, абсолютно любые. Вот, и харизматы, и все, и бакдисты, они меня убеждают в том, что нужно молиться, чтобы выздороветь и жить нормально в этой жизни. То есть, по их мнению, как нормально, ну, то есть, ну, как люди живут, да? А я не хочу, я упираюсь руками и ногами, меня устраивает мое состояние, я не хочу. Понимаешь, а они меня считают ненормальным в моем состоянии. Не, ну, если человек благодарит Бога, это наоборот по Евангелию, что человек должен быть благодарить Бога за все, что посылает Господь. В этом отношении сами-то они действительно крест не могут никакой нести, не хотят. Ну, они-то, я-то, я понимаю, как, я понимаю, как, значит, они радуются этой жизни. Одна мне пишет, вот птички сейчас поют, а ты лежишь, вот, и что ты лежишь? Другая мне пишет, а с чего ты взял, что ты Бога прославляешь этим? Да, разве тебе Бог сказал, что ты кого-то своим вот этим подвигом искупил или искупляешь кого-то? Что это за подвиг у тебя такой? Ну, я себе, как бы, такой ник, знаешь, дал вот в этом ютюбе, что парализован ради Христа. Ну, то есть, я считаю, что на мне свершается слава Господней. То есть, я в своем состоянии Господа прославляю, да, будучи вот не оскорбляюсь, я, наоборот, прославляю Господа в моем состоянии. Все правильно, все верно, абсолютно верно. Нет, дело в том, что, ну, женщина, там, кто-то, ты говоришь, а действительно, а что с нее взять? Женщина есть женщина. А то, что сектант, как Игнать Тихонович, судность мышления, ну, откуда ему знать, кто как Господа прославляет? В этом, кстати, Игнать Тихонович тоже погрешает, как бы, он тоже считает, что вот у Господа вот одно прославление, как у него. И вот, кто не так живет, как он, тот еретик и это самое, и неправильно живет. Я вот тоже этого не понимаю, потому что церковь, она многогранна. Да, можно прославлять и так, с благодарностью принимать от Господа все, что есть. Вот смотри, допустим, есть, был такой человек, вот, Лазарь, да, и богач. Мы сегодня уже пытались о нем вспоминать, ну, вспоминать, почему вот. Нигде не сказано, что Лазарь был праведным человеком, да. Он просто лежал на гною, и все, он благодарил Господу. Даже не написано, что он благодарил Господу, просто не роптал, просто принимал, как есть, все. И за это пошел в рай, на луне Авраама он был, вот. И, а богач пошел в другое место. От богача не сохранилось даже имени. Вот, Аллах, Лазарь, вот, и имя сохранилось, вот, привел в притчи Господь. И все, что человек просто так вот, благодарил Господа, вот, и не роптал на свой крест. И за это спасся. Вот, как бы, вот так вот. Ну, мне, знаешь, все отношения, какое-либо к жизни. Я вот до 30 лет здоровым прожил, да, человеком. А вот, меня жизнь, это она не удовлетворяла, понимаешь? Ну, я не находил ничего интересного, ну, кроме космического неба. А так мне здесь не было ничего абсолютно интересного. Вот, и я, знаешь, чего-то, я почему-то удивлялся, я думал, почему люди чему-то, вот, каким-то архитектурным, там, знаешь, каким-то морям, там, пляжам, каким-то, ямайкам, там, всему. А меня это абсолютно не убеждало. Мне вот, если впечатляло, то небо звездное, там. Я вот об этом думаю, и меня жизнь не удовлетворяла абсолютно никак. А вот в этом состоянии я вот нашел вот полноту вот этой жизни, видишь? А вот донести, а люди говорят, да ты лукавичный, расскажешь, небось, тебе хочется, опять же, там, это самое, бобировать по травке, там, все такое. А я не хочу этого. Я этим наделся, мне это абсолютно неровно, я к этому отношусь. Слава. Вот мне тоже говорят, вот, то-то, то-то, Европа, его нет. Вот, если ты бы поехал куда, вот мне что интересно. Эфиопия, Египет, Индия. Почему? Потому что мне очень интересно и хочется посмотреть тамошние церкви. Вот Эфиопскую, древнюю церковь православную, Египетскую, Копскую. Очень хочется там, вот, побыть в этой обстановке, пообщаться с людьми, посмотреть там все, как у них совершается. Вот свой нос засунуть и в Индии, Сиро-Ламкарская церковь меня особо интересует. Вот именно свой нос туда засунуть длинный. Ну, и посмотреть. Вот единственное, что мне действительно интересно. А вот эти вот пляжи там, Багамские, я даже и никогда мне не еду. А Европа меня даже отвращает. Мне вообще-то не хочется ехать даже. Ну, единственное правило, в Израиль хочется. Почему я не был никогда. Почему мне хочется в Израиль? Мне интересно там, ну, побыть на святыне. И, так же, пообщаться с холстом Ефиополием, потому что там все сосыдует. И еще мне очень-очень интересно пообщаться с самарянами. Вот есть такая, ну, ты знаешь, сохранившаяся, как бы, секта такая иудейская. Они вот празднуют Пасху вот по древнему своему обычаю. На горе Горизим они вот, кстати, приносят жертву. Вот если евреи храма нет, они не приносят. То и самаряне, они приносят жертву. Там у них такие вот, я видел видео, и даже скачал. Жертвенник у них там свой, там вот эти вот, какая-то решетка, на ней жарится, ну, сжигается этот самый жертва там, бык или еще там, как озло, фань, баран. Они жарят, сжигают, вот, самаряне. Вот. Мне все интересно их посмотреть. И очень мне интересно ихнюю Тору. У них, знаешь, вот, настоящее вот это вот письмо еврейское, это квадратный, вот мы с Женечкой даже говорили, квадратный вот этот вот шрифт, он после Вавилонский. А до Вавилонского пленения был другой, финикийский шрифт. Вот у них письмо еще финикийское. И Тора написано финикийским письмом. Так подожди, они, самаряне-то, они христа не приняли, да? Ты знаешь, есть несколько раз они принимали христа и несколько раз они отказывались. Вот первое, при колодце, там, когда Фатиния пришла, самарянский город, Сихем, вот колодец Яков, он сидел там и беседовал с самарянцами. Они приняли Христа, и они сказали, ну, уже мы не по тебе, а сами видели, что это Маше, Мессия, да, Христос. Они тогда приняли Христа, первое. Потом Тору, это они приняли от проповеди апостолов. Апостолу Петру пришлось идти, когда в Самаряне приняли Христа, возлагать на них руки. Вот. Вот. Но это не сохранилось. И когда у них, у них же было самарянское восстание, причем самое жестокое, вот, восстание. И когда вот уже Андрей Кисарийский писал толкование на апокалипсис, вот, ну, он обладал каким-то предвидением, да, вот. И он говорит, что Иерусалим был разделен на три части. Он действительно разделен на три части. Первая часть, он говорит, христианская, вторая иудейская, третья самарянская. Но на самом деле это мусульманская. Если так вот посмотреть издалека, да, действительно, мусульмане, они похожи на самарян в некотором случае. Они действительно единобожники, вот, единобожники, тоже у них есть какие-то жертвы, вот. Ну, поэтому, может быть, у них действительно было какое-то предвидение такое. Ну, ясно, что они христиане, вот, и не иудеи. И вот он, ну, мусульман, как бы, называл самарянами. Хотя он писал тогда, когда еще мусульман не было в помине, поэтому он назвал их самарянами. Но здесь нужно заметить, что самаряне в это время были, раз он их называет отдельным народом, там были отдельный народ, это уже не были христиане, вот. Не были христиане, не были иудеи. Иудеи их не принимали, да. Вот, не общаются с самарями. Самаряне были отдельные. Ну, а с мусульманами они тоже там враждуют, да? Ну, конечно, ну, враждовать с мусульманами что значит? Они просто... С мусульманами никто не враждует, потому что это... Враждовать с мусульманами себе дороже. Ты же понимаешь, что, во-первых, мусульман несколько побольше, чем самарян. Самарян, там, наверное, насчитывается менее тысячи человек. Ну, для мусульман-то разницы нет, для них тоже иудеи. Ну, для них они иудеи, да. Для них иудеи нет. Просто, ну, как важно, они, естественно, с ними не общаются. Не являются это мусульманами, вот. Естественно, они отдельно молятся. А сейчас у них что там, это самое, у них штирак там постоянно были, вот, в последнее время сейчас поутекло или как? В иудеи? Ну, да. Ты же знаешь, это же перманентное дело. Еще сколько, вот, в январе, там, и даже в феврале, там, они, я вот разговаривал с Израилем, и со знакомыми, и с Женечкой, в Яфе, вот так сказать, бегают, просто ножами тыкают все. Ножами, что там, резали они, да? Да, 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 ножами тыкают. Потом там еще вот совсем недавно там что-то рванули, вот. То есть, они постоянно не унимаются. Ну, мусульмане головы горячие. Вообще страшная, конечно, религия бесовская. Да, чисто бесовская. Чего? Поэтому, ну, что сделаешь? Здесь уж, ну, как их, либо в часть обратить христианцы, потому что, как Даниил Сесоев говорил, он абсолютно верный. Ведь не надо там думать, что это вот как... Люди конкретно одержимы бесами, одержимы сатаном. И они, ему служат, и любое откровение они могут получить и пойти выполнять. С ним, с мусульманином не надо думать, что можно договориться. С ним вы не договоритесь никогда, с мусульманином. Почему? Потому что его, это те люди, у которых обещаний нет никакого. Он тебе пообещает. А через две минуты он получит откровение от бесов. Пойдет, будет подрывать тебя и это. Его обещания не стоят, даже ломаного его гроша, копейки не стоят. Я заметил, что они детей именно так воспитывают. Вот родители обещают ребенку, и они не исполняют своих обещаний. То есть они не исполняют обещаний. Вот даже в воспитании. И причем это у них дети воспринимают нормально. Ну, знаешь, наши дети, допустим, к лицу говорят, ну ты же обещал, ну почему ты не делаешь, ты же обещал. А их дети не спрашивают, не говорят, ты обещал. Да, это есть. Ну, в общем, видишь, поэтому страшно. У меня сейчас женщина была, мы вот как раз только разговаривали, знаешь, о чем. Зато у них, посмотри, да и не только у мусульман, да и у всех народностей вообще сохранилась вот эта родовая память. Ну, помнят там, да сколько колен, да. А мы максимум до прадедов. Почему у нас вот это не сохраняется? Почему у нас отняли, и у нас, может, не было вообще этого никогда? Почему не было? Было. Было просто, и было, и в помяннике, и в помянниках писали всегда. Ты видишь, в отличие от других, у нас даже каждый имел свой помянник, где написано дедушка и прадедушка, и все было. Вот у меня бабушка жила, так была жива, я там записал, она там, Ефросинья Васильевна, да, это мой прадед Василий, а прапрадед Андрей. А дальше она уже сама как-то, нет, она называла, но я тоже записал, но я не знаю, кто из них кто. Папа, прадедушка, прадедушка, вот, просто не знаю кто. А дальше уже, да, дальше уже и не помню, вот именно ее прадедушек. А там раньше записывали, записывали помянники, и знали, там, и поминали. Было, но видишь как, получилось, что в последнее время вот это все настолько выветрилось, что даже на этом можно и анекдоты рассказать, что да, мы не помним, в отличие от других людей, которые своих предков стараются помнить. Эту культуру у мусульман, они до седьмого колена обязаны помнить своих предков, ну, потому что это культура такая, это вот менталитет у них вот такой вот. Если ты не помнишь, это стыдно, это позор тебе. Ну, иудеев так же, вот смотри, на самом деле, кажется, что так вот евреи, такие поверхностные религии, люди, они такие вот легко относящие, ничуть, они действительно все знают и все помнят, и не только, и в синагоге записаны твои предки, и сам это все, все знают. Это как бы, я раньше считал, что вот, ну, евреи, вот, ну, еще двоюродные братья, может, еще знать и дружить, а так вот, уже троюродные, они как бы уже друг другу практически чужие. Нет, ничуть, не ничуть. И, ну, и кроме этого, как бы, стараются, коль из рая хаверимся, евреи братья, да, вот такое есть выражение, что стараются, там, это, и синагога, и Израиль, там, всех вот собрать вместе и объединить. Ну, да, и мне это казалось такое искусственное объединение. А вот на самом деле ничуть, потому что все они вот как бы помнят своих предков. Все помнят своих предков, стараются помнить. Ну, хотя советская власть повыветрила немножко, вот это вот. А так все помнят, какие у него были эти, кто были раввинами, кто был кем-то, вот, Резник или Кантор, или кто еще там. Все свои предков помнят. И, кроме того, в синагоге ведутся книги, где вот записаны вот, как прихожане. Вот посмотри, они как ведут себя, да, он встречает, допустим, мусульманин, незнакомку, ну, похожего, допустим, идет с бородой, да, человек по улице, он к нему подходит, на машине едет, останавливается, у него спрашивают, брат. А это же у меня было, со мной. А это у тебя было, да? Я зашел в магазин, вот здесь вот неделеко капусту купить, там, а передо мной стояли два мусульмана, там, разговаривали. Я зашел, есть кто в строю? Там, это, ну, прибежала там продавщица, что там, я говорю, ну, передо мной давайте, а он так на меня, не-не-не, давайте. Я, значит, ну, хорошо, спасибо, заказываю капусту, там, он ко мне приходит, брат, я говорю, что, брат? Я говорю, не понял, брат, я говорю, ну, кому брат, кому сват, он говорит, брат, поверь, я говорю, я православный христианин, он говорит, а, извините, извините. Вот я не от тебя, я слышал еще от людей, вот такой, как они интересуются этим, понимаешь, как они дорожат родством веры, поверь, вот этим. Ну, да. Видишь, а как у нас вот это все-таки тяжело прививается. Здесь еще, может быть, одно дело и дорожат, да, действительно, они родством поверь, что поедите на весах. Но, с другой стороны, я думаю, что здесь еще что-то такое, понимаешь, заложено, ну, какой-то такой-то нет, ну, внутренняя договоренность какая-то, антироссийская антихрегия. А это принцип единства, да, то есть, когда будет призыв, они должны будут объединиться. Да, да, да. То есть, на войну, это все военное. Я смотрел этот ролик твой, где за бороду ты, Игнать Тихонович. Я ему это второй раз говорю. Ты понимаешь, один раз я ему сказал, говорю, Игнать Тихонович, все-таки написано везде Брита, везде Брита, именно Брита, потому что стричь это другое. От слова, это, сапэр, стричь-стрижка. А он, значит, что, говорит там, какой-то Иван там, баптист, он с ним говорит, и уже раньше он, когда сам я вспомнил, он первое время показывал, что Брита, как бы, я ему говорю, написано, набрили полбороды, то есть, обрито полбороды, и выше попа обрезано это. Представляешь, человек, которого послали, он приехал утешать, посол, послали не обыкнового, а в своем народе уважаемого человека. И, в общем, приехал такой этакий аксакал, уважаемый человек, его взяли, обрили наполовину борозу, вот так вот, и до попа отстригли его одежду, да, отстригли ему, когда все у него видно. Он действительно просто не мог показаться своем народе, он перед своим народом был очень бесчищен, очень, естественно. Но Игнатий Тихоновичу это объяснить невозможно, что основное здесь стрижка одежды, вот. Ну, для него свое, борода. Он приводит, чтобы... И уже до того дошел, что показывает ножницы этому, или что борода была острижена. И мало того, что показывает ножницы, он говорит, острижена наполовину. То есть, если иудеи этого услышат, он будет смеяться, потому что, в принципе, иудеям подравнивать бороду можно. Вот. Нельзя бриться, почему? Может, даже, в принципе, и бриться, но... Бритвой... Но только нельзя пускать крошь, нельзя, чтобы ты обрезался. Вот в чем вопрос. Нельзя проливать свою крошь вот при бритье. Кстати, принцип бритья вот этого, он, знаешь, еще... Он еще даже на Руси был до 19 века, может, и до 20 века, я не знаю. Вот каторжником им обревали голову наполовину, и напоперег, и вдоль голову остригали. То есть, это было тоже каким-то, знаешь, таким показателем какого-то позора. То есть, это оттуда, я думаю? Ну, может, оттуда, я не знаю. Ну, вот смотри, им пришлось полбороды обрели, им вторую половину пришлось обрить. И чтобы безбородами перед своей семьей, перед соседями не показаться, естественно, их давит просто ради этих людей. Не потому, что он их не пустил, что они были грешны или какие-то. Они, наоборот, как мученики шли, но чтобы их позор не был виден людям, соседям и домашним, он повелел оставаться в Ерехоне, пока не отрастут бороды ваши. Потому что ему вторую половину пришлось обрить. Игнатий Тихонович что-то объясняет бесполезно. Бесполезно, потому что он говорит, что я своего этого никогда не меняю. Ну, и все. Но я ему показал, что, чтобы, Игнатий Тихонович, ну не надо уж совсем уж так нагло брать, как бы. Он обиделся даже меня. Я не так сказал, ну не надо уж так уж. Ну, конечно, подмена уже так нельзя, конечно. Не надо показывать. Ну, написано по-брито, давайте будем говорить брито. А то, ну, враги у вас есть, они хорошо, что не считают. А вдруг увидят и решат здесь, это же лишний повод до вас докопаться. И совершенно правильно они сделают, потому что здесь уже ничего не скажешь. Да, есть там хасиды, которые, часть, вернее, хасидов, которые ради там считают особое благочестие не трогать бороду вообще. Ладно. Допустим, так. Хорошо. Ну, и то у них, они не считают это грехом. Не так, как Игнатий Тихонович. Понимаешь, что человек подровнял бороду, его там взяли, от причастия отлучили, там, цель оправдывает средства, это у него просто сплошь до ряда. Главное – достичь своей цели. Я могу целый список составить таких вещей, но это только одна, один из этих самых, вот, где он показывает, что… А как так можно? Так нельзя так. Да, что же это? Да, да, это удар ниже пояса. Почему? Сравнивает опять с Диной. Причем тут Дина, да, была обесчищена. Это абсолютно, как бы, не на одном языке так, надо смотреть на оригиналь. А у нас переведено, вот он взял этот, я этот, как внешний вопрос тоже проштудировал. Очень интересно, как это говорится на иврите. Да, были обесчищены, она была обесчищена. А эти были очень обесчищены, ну, потому что это были уважаемые люди, им было что терять. Понимаешь? Здесь, вот так вот смотря, да, она женщина, да, она женщина. Она все равно, рано или поздно бы вышла замуж, да. И она, как бы, совокупление с мужчиной, это не считается бесчестьем, если это законно, понимаешь? Поэтому она действительно была просто обесчищена только тем, что взята была без брака. А здесь люди были решаемы в своем народе, они были там старейшинами, были посланы царем. У них другой статус, они были обесчищены, очень обесчищены. Тут больше обесчищено то, что ты как-то говоришь, одежды дочесел обрезаны были. Да, 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 конечно. И больше одежды даже, больше одежды. А об одежде речи не идет. Здесь только вот главная борода. Почему я иногда так подшучиваю, что Денин Акте Тихоновича, если указы борода, то и она раввин. Лишь бы борода была. Вот, а вот, да, то место, которое на славянском читал, народ там прочел. Посмотри, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть мы с миром осуждены не будем, поскольку мы причащаемся. Да, мы уже избранные Христом. Но за это мы несем сейчас какие-то, от того из вас многие немощные больные, немало умирают. Нет, ну вот подожди. Сами себя. Ну вот смотри. Господь говорит, верующий в меня на суд не приходит. Ведь ты веруешь в Господа, ты любишь Господа, правильно? Ты же веруешь, ты любишь Его всем сердцем, всем душой, всем разумением. Ведь так ведь? Ну, а с другой рассказано, верующий в меня заповеди мои соблюдет. А я, ты понимаешь, не то, что там, не знаю, соблю я его заповеди. Я даже до конца, пока еще по греховности своей даже не прочувствовал, что есть заповеди Божии. Ну, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, своим всем разумением, своим, всей укрепостью и своей. Не так, люди не должны, не так. Да? Ну, за тебя никто не говорит. Вот, всей всей укрепостью и твоей. Вот, ну, это я, ну, пытаюсь понимать. Я пытаюсь понимать. И ближнего самого, ближнего твоего, как самого себя. В общем, вот две главные западе. И неужели ты думаешь, что если Господь, ты любишь так Господа, и Господь не убилит все твои вот эти вот, о чем ты там говоришь? Ну, блаженны верующие, блаженны верующие, что, понимаешь, ну, наверное, наверное. Просто, понимаешь, иногда вот находит болезни на меня вот эти вот мои всякие. И мне, ой, как же все-таки, я благодарю, слава Богу за все, слава Богу за все. И именно в этот момент у меня действительно такое настроение, что да, вот я достойен Ада. И я уже думаю, что, ну, Господи, ну, пусть хотя бы вот эти вот мои, я стараюсь вот такие вот места читать. Ибо если мы судили, если они себя не были, и от того из нас многие немощные, больные, немало умирают, чтобы не быть сосужденными с миром. Я сам себя утешаю вот такими вот местами, понимаешь, когда на меня это. Ну, судить себя, конечно, необходим. Я и сам себя тоже нередко. А как? А без этого и не обойтись, а как иначе? Тут вот что-нибудь, как говорится, на косячих, да, и все. И уже у меня иконы, а я уже и на иконы смотреть на образа не могу. Мне стыдно. Как вот брат Сергий, он болел, как вот в те дни, вот. И вот там горячка трясала, там температура сколько? 38, да, было? 39. 39 температура, а внутри мороз, как будто там, вот, пролежал 7 часов. Ой, ну, честно. А знаешь, чего я прочувствовал? Вот это вот Евгений Потемин, с которым вот беседуем, меня трясло, и он как раз мне пишет, как твои дела, понимаешь, в скайпе мне пишет. А у меня как раз я вот только температура, и матушка меня подняла, вот эту койку, чтобы попоить меня, да. И я ему, а у меня, знаешь, температура высокая, 39, а я смотрю на телевизор, на монитор, а у меня все вот так вот, все квартиры кружатся перед глазами, понимаешь. А я ему, а я ему вот с трудом еле смог написать, я говорю, температура 39, помолись. Мы, говорит, на молитву, и через полчаса пишет, говорит, мы помолились. Пришел, говорит, на молитве ответ, что дух будет забран. Вот, и представляешь, и у меня буквально, наверное, через вот этого, через 25 минут где-то, ну, максимум, меня так потянул сон, мне невыносимо, просто я прям вырубился, знаешь, и проснулся, наверное, часов через 8, и у меня не было температуры, 36,5 температуры. А как ты дух будешь забран? Ну, дух, который сотрясающий. А больно вот такой вот? Да. О, здорово, вот так повалить. Да, за звенки помолись еще. Ну и чистый дух. Господь вот попускает испытывать нас, и... А он же трясет, он же трясет для того, чтобы это самое Бога популяризм. Потому что такие-то для чего они спрадали, чтобы мы... Помоги, Господи. Вообще, такие две последние беседы с Евгением Потеминым, такие, ну, серьезные получались, которые ты выложил. Ты знаешь, что Азазел, да? Азазел. Там два было козла, козел отпущения. Один, значит, в жертву приносится за грех. А другой, значит, отпускался в пустыню. На него первосвященник накладывал руки, и все там грехи, проклятия. На него я отправляю в пустыню. Так вот, апостол Варнава пишет в своем послании, что... Когда его отводил в пустыню кто? На нем были надеты такие вот... Из висона, еще там из шерсти, из волны красной. Вот такие, как бы, нити на этом козле, швитые. Потом он, после того, как он его отводил, он вот эти нити оставлял, снимал, оставлял на черновнике. А козла отпускал. Если кто-то пытался бы снять их, то большим трудом укололся бы об черновнике эти нити. Вот. Что получили? И, говорит, когда вот Христос воскреснет, он будет в той одежде, когда его багреницу там, он вот такое что-то говорит. И что он был прообраз тоже этого козла отпущенного вот там. Ну, наш проповедник-то, богословский наш, этот, как его... Пилегаем. Нет, этот, в Индии он, ну, блин, забыл. Ну, в общем, он общался с этим, с иудеем, с каким-то, я не знаю, он говорит... Олег Стеняев. Олег Стеняев, вот. И он говорит, что они вместо озадела петуха сейчас, это самое, на петуха накладывают грехи-то свои. Ну, в судный день, да, они, это, мужчины петуха, а это курица. Да, сейчас как бы этого нет, хотя непонятно почему. Ну, я слышал, как он рассказывал в беседе с Равином, я эту запись даже записал, она очень интересная и поучительная. Я себе её записал, мне в чём она понравилась особо, когда вот он в ресторане с ним беседовал. Я затеял разговор с одним Равином на тему спасения. Я его спросил, как вы спасаетесь? Он говорит, надо исполнить закон, исполнять заповеди, ибо исполнивший закон будет жив законом. Тогда я ему напоминаю текст из Библии, где сказано, что та душа, которая не будет исполнять все заповеди, уставы, постановления, она истребится из народа. У евреев слово истребиться, карет, означает полное уничтожение, то есть он умирает, погибает в этой жизни, и он не воскреснет в будущей жизни, то есть полное уничтожение, тотальное. Тогда я задаю ему вопрос. Ну, раскрою маленький секрет, мы сидели в ресторане, я его всё время подливал. Я ему налил и спрашиваю, скажи честно, вот ты исполняешь все заповеди, вот эти 613 митцвот, они сосчитали все заповеди, там число 613 заповедей. Такая деталь, отец Олег, многие заповеди относятся к временам, когда есть храм, поэтому у нас остаётся 200 с чем-то заповедей. Я ему ещё налил, спрашиваю, на вот эти 200 с чем-то исполняете? Нет, честно скажу, нет. А как же вы решаете проблему греха? Ведь карет, полное, тотальное уничтожение, даже не воскреснешь на суд. Он говорит, у нас есть такой день, и он Кипр, судный день, судный день. Мы берём петуха, надрезаем лапки и быстро-быстро крутим над шляпой. Я спросил, а зачем? Ну, может быть, к нему пристанут наши грехи? И я спрашиваю, вы верите в петуха? Такая пауза возникла. И тогда я вот такую мысль прочитал в своём сердце. Истинная религия есть та, которая может принести Богу истинную жертву милостивления. Это не сандаловые палочки, это не петухи, которых крутят над головой, над шляпой. Это истинная жертва Сына Божьего. Ну, здесь сейчас, видишь, идёт новая такая хитрая политика. Она сейчас среди католиков распространена очень широко. И есть такие вот иудейские, мессианские иудеи. В чём самая вот такая вот их фишка и заблуждение, что все ждут Машеха. И придёт Машеха. Это будет он как иудеев, как и христиан одно и то же. Он для всех придёт. Вот это вот заблуждение. То есть мы ждём Иисуса, Иисуса, и Иешуа в Машехах. Они как бы мессианские тоже говорят. Но он придёт как бы и для иудеев. Иудеи в своих ожиданиях ждут и дождутся того, что столько лет они чаяли, готовились. Я с одним священником католическим беседовал. Вот придёт Мессия. Он даже это, он говорит, вот придёт Мессия, иудейский наш одновременно. Иисус Христос придёт. Я говорю, да, но сначала должен быть прийти Антихрист, и иудеи должны его принять, что придёт имя Своё. Нет, это будет Антихрист, будет потом. Я говорю, здрасте, пока, камыши. Как это потом? Как это потом будет Антихрист, когда что, Христос придёт, потом опять поднимется, и потом это третье происшествие после Антихриста убьёт Духа Мусулька. То есть вот такая. Ну, реально, реально. Сам вот так вот вводит заблуждение своих. Сам не знает. Это католик. Это не то, что там, понимаешь, какой-то протестант, не имеющий предания никакого. А католик так говорит. И они на полном серьёзе готовы вместе с иудеями принимать иудейского мессии, то есть Антихриста. Вот это вот страшно. Почему я говорю, что и Женечку учу, ты должен точно знать, и должны все знать точно, что прежде придёт Антихрист. И Христос говорит, меня вы не принимаете, а кто придёт во имя своё, вы примите. Иудеи в течение всей вот эти вот даже до того, и в течение всей двух тысяч лет, они подготовили искусственно, искусственно создавали платформу, создавали для пришествия Антихриста, для Мессии, который будет нужен им, которому они видят, который сделает их царями и священниками. Почему всё? Это должны знать. Это нужно открывать мессианским иудеям. что у христиан и у иудеев ни один и тот же мессия, далеко не один. Что если вы ждёте того мессия, который освободит народ Израиля, для которого они любят, и вы, это абсолютно не одно и то же. Это большущее заблуждение. И вы встретите Антихриста. А наша цель, одна из наших целей, ни в коем случае не поклониться Антихристу, не принять его вместо Христа. Как его можно принять этот обман, когда он весь замысел земной уже, земля уже готова к сожжению, земля, всё, она, ну, посмотри, даже в этих технологиях люди уже не смогут отступить от вот этих достижений своих, да, и они развиваются настолько, что идёт всё к погибели, к погибели. Ну, посмотри, вода уходит в недра земные, уходит, что питьевой воды на земле становится. Всё идёт к концу, ведь это же ясно и понятно, и что перед концом придёт именно Антихрист. Ну, да. Нет, ну, здесь нужно понимать, что всё видно и, как бы, в чём, что пытается, вот, как бы, я, такой самый ясный, яркий пример, ясный, это что? Поведение, как бы, США, его руководства. Везде всё, где не появится, не всё, везде рассеять, ну, посеять раздрор, посеять вражду, посеять беспорядки. Для чего это делается, собственно, всё? Для чего вот эти неустройства делаются? Для того, чтобы люди, они, ну, начали, чтобы возопили, что невозможно жить, чтобы было беспорядки до такой степени силы, что люди уже готовы были принять кого угодно, чтобы только навёл порядок, да? И вот на фоне этого и должен прийти, как раз-таки, самый главный мучитель, этот самый, обольститель, правильно? Ну, он придёт, но уже в мире нельзя построить, но это же здравомыслящий, каждый человек должен понимать, что в мире невозможно, потому что много уже было опытов и попыток построения рая на земле, это невозможно воссоздать, никак, ну, никак, потому что люди настолько лукавые, ну и... Это они-то по-красски понимают, они почему, почему они и понимают, и на этом они даже спекулируют, они вот и говорят, почему они стараются не принимать спасителя за мессию, почему? Что он, собственно, их ожидания он не оправдал, для них, что, рай на земле он не построил, вот, они хотели здесь, на земле рая, они хотели здесь, на земле быть царями и священниками сейчас, причем сейчас, причем все народы должны были быть их не... А получается, нет, они не приняли, не приняли они Христа, и поэтому такое, кроме того, вот, я тоже начал читать, обязательно дочитаю, Иосифа Флавия иудейская война, вот, Иосиф Флавий, он был из священнического рода, первосвященнического, даже, скажем так, вот, там, не важно, но царь священнического рода, его, потом он был, он тоже воевал сначала против римлян, потом был захвачен в плен, чудесным образом, и вот он на Христе очень, что это был действительно не человек, это был Бог, вот, так вот, единственное, что, не знаю, был крещен, он потом крестился, стал он христианином, ну, а христианин отзывается именно так, и вот, когда осаждали Иерусалим, он говорит, что там было страшнейшее нечестие, вот, просто он говорит, такого нечестия никогда не было, говорит, римляне, на что они были развращены люди, они удивлялись иудейскому развращению, иудейскому нечестию, говорит, Господь настолько оставил людей, что они перестали, в принципе, быть людьми, когда настал голод, там, мать сварила своего младенца и съела сама, какая-то там, она описывается, ну, такие вещи были, ну, там, вообще, людей убивали, за еду, там, за все, он говорит, никогда не было такого в иудейском народе, и он, какой рай они хотят построить, если у них мравы развращенные, какое жаркое дело, и когда он подошел к стенам уговаривать, их сдаться, говорит, вы же безумствуете, зачем, вы не, и они все равно упорствуют, будем делать свое, лишь бы свое, мы знаем, что нас не убьют, римляне, что нам, мы ничего не потеряем, но, мы должны быть, вот, свободны, вот, изначально, мы вас презираем, и давай в него там камнями кидать, там, ранили его в голову камнем, там, он лежал, там, два, что ли, дня, или, там, какое-то время пролежал, вот, болел, потом встал, говорит, ну, и Тит уже, вообще, как бы, разозлился, говорит, нет, я уже больше не буду терпеть, и приказал штурмовать, и они, очень легко, римляне взяли город, после этого, и, так, и вот, смотри, и вот мы размышляем, да, почему, сатана не может покаяться, а, что тут, сатана, тут вот, глядя на людей, люди не могут покаяться, да, посмотреть, насколько, вот, эта гордость, и вот, это, вот, славе, вот, в этом, славе, в своей, не могут покаяться, только те, в принципе, не, даже не тяжесть греха здесь, а именно, из-за хулына, святого духа, почему, говорится, хулына, святого духа, не прощается, ни в этом веке, ни в будущем, потому что, она не дает возможности, вообще, не предосмотрено возможности, покаяния, человек, вот, покурившего духа, он не может покаяться, но они же, они же притыкаются на 53 главу Исаии, где четко говорится о Христе, что они распяли посланников, это же четко говорится, они пропускают эту главу, как это там, там написано о нем, о Христе написано. Ну, вот видишь, да, многие вещи делаются специально, специально, даже искажается, священное писание, вот так же, седьмая глава Исаии, тоже, герцкая она, альма, они там, не лена, битуля, да, вот, молодая женщина, чтобы только, и такие многие вещи, которые... допустим, подходящие там, а вот я читаю Раши, комментарии, это они все с Раши, иногда вот, я почему, стараюсь только вот, читать ради того, что растолковываются многие слова, и все-таки попадаются, наверное, такие мысли, но в своем, вот, как бы, в совокупности, если вот так вот смотреть, несколько глав, если будешь почитать с толкованием, то ты знаешь, как окунулся в какое-то, настолько вот развращенное, духовно развращенный человек, вот, читаешь, и оно из-за того, что прочитай, да, допустим, священное толкование, вот, даже если там мало, что поймешь, из-за трудности, вот, слога, из-за много, так, глаголов, да, как бы, ну, там как толкование, на самом деле, это не толкование было, это была просто проповедь, по священному писанию, и она была настолько интересная проповедь, что ее вот записывали, его проповеди, и с нее составили, с них составили проповеди, составили толкование, на священное писание, вот, настолько была высокая проповедь, это не то, что было вот так вот, человек, Влад, сидел и растолковал каждый стих, вот, настолько высокая, то всё равно ты духовно чувствуешь себя обогащённым. Хотя даже, может, ты многое и не понял, а многое пропустил из-за того, что устаёшь при чтении. И за много глаголов златоустовского. Он там много дифирамбов, или там кого-то начинает ругать, или кого-то хвалить, конца этому нет. Но всё равно. А здесь такая отвращённость идёт. Вот, например, нередко какая-то мелочность, какая-то развращённость. Вот такая вот, что потом как будто, как говорится, мёдом напиться. Пусть там прочитал, как будто тебя окунули в какую-то эту самую гадость. Вот, как бы вот так вот толкует. Ну, я читал там о Норевых сыновьях, о этом. Ну, многие вещи такие. Вот, и, честно сказать, проясняет, проясняет немного. Очень немного бывают такие интересные мысли, и которые что-то даже остолковывают. Бывает, понятно делается. Но этих моментов немного у Раши. Больше так вот говорит о том, что и так понятно. Единственное, что, действительно, там слова, корень, слово откуда происходит, там вот такие вот вещи есть. Или как вот... Ведь не зря же Господь их назвал сынами дьявола. Это получается, по сути, это же настоящие дети. На самом деле, да. На самом деле, действие такое. Действие такое. Именно такое, да. Действие. Действие бесовское. Так и есть, да. Отец вождял, да. Ну, вот Игнатий Тихонович там вот очень не любит, запрещает эту вещь, хотя бы... Ну, говорит, ни в коем случае. Нет, он прав в этом. Конечно, нельзя там худеть, там. Не гордись, но бойся. Это я согласен из полностью. Но и говорит, что вот они вот такие вот святые, восхищаться абсолютно нечем. И Женечка вот это вот понимает, да? Абсолютно нечем восхищаться. Он понимает это, да? Очень понимает. Я благодарю тебя за беседу. Хорошо с ним поговорили. Я, может, ролик какой сделаю там. Ну, если найдешь, сделаю. Рад был тебя. Очень рад был видеть. Спасибо. Спасибо, Господи. Ну, все, братцы, покой ночи. Покойной ночи, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok